Погода поистине переменчива, как настроение женщины. Но в этом году она подарила нам целых 147 теплых дней. Это практически 5 месяцев лета. Синоптики утверждают, что последний раз такое наблюдали в 1994 году. Учитывая, что осень в Беларусь пришла только в конце сентября, возможно, она также будет затяжной и затронет зимние месяцы. Какие прогнозы дают синоптики и о чем говорят народные приметы, узнала Евгения Кухаронок. Известно, что астрономическая осень начинается 22 сентября, в день равноденствия. В этом году она вступила в свои права ровно в срок. Но слишком уже резко. Температура воздуха за сутки спала с плюс 27 до плюс 16. Сланца с босоножками пришлось сменить сразу на ботинки и сапоги. Так началась золотая осень. Это второй подсезон поры. Ближе к его завершению обычно теплеет и приходит бабье лето. Время, когда еще можно погреться на солнце. И опять же, осень 2018 оправдывает все ожидания. Начиная с этих выходных и до 14 октября белорусы смогут насладиться теплыми деньками. В Гомельском регионе воздух прогреется до 20 градусов. Нам, ежанам, повезло. А вот уже после покрова начнется глубокая осень. Здесь прогнозы могут иметь погрешности. Успешность прогноза на месяц 50-60%. Чтобы спрогнозировать погоду на один день, Гидрометеоцентру нужно проанализировать огромное количество параметров, собранных не только на месте, но и по всей стране и даже Европе. Материалом для прогноза являются фактические данные. То есть исходные данные состояния атмосферы, приземного слоя в данный момент. То есть, проще говоря, какая в данный момент температура воздуха, давление, скорость направления ветра у Земли и по данным зондирования атмосферы. Без наблюдений, без этих данных, ни один прогноз, в том числе и численно, невозможен. Синоптики собирают данные каждые три часа круглые сутки. И самым интересным предметом исследования для них является как раз-таки аномальная погода. Метеорологи также отмечают, что основная их задача – не погоду предсказывать, а предупреждать население о неблагоприятных и опасных явлениях. Сообщения о приближающейся природной аномалии оперативно рассылаются по многим службам и организациям. МЧС, во все райисполкомы рассылаются, коммунальщикам, УВД. Все службы, которые могут как-то среагировать и как-то попытаться помочь смягчить последствия. Организации разные, которые заинтересованы в этом. Транспортники, строители. Со стопроцентной точностью можно спрогнозировать рождение и убывание Луны. Погода не такая, она изменчива. И все же, чтобы попробовать предугадать, какая будет в этом году зима, обратимся к народным приметам. Посмотрим. Теплая осень к долгой зиме. Возможно. Если орехов много, а грибов нет, зима будет снежная и суровая. Тут можно поспорить, и грибов в этом году много, и орехов – урожай хороший. Чего ждать – непонятно. Много паутины на бабье лето к ясной осени и холодной зиме. Эту примету оставим для наблюдения, ведь тепло только пришло. А вот если гром прогремит в октябре, зима пройдет бесснежно. Все это можно взять на заметку. Тем временем мы решили обратиться к народному любимцу за прогнозом на день завтрашний. Наша съемочная бригада заглянула к знаменитому саму Семе. Он опытный предсказатель погоды, а по совместительству может рыбакам спрогнозировать клев или его отсутствие. Расшифровать его прогнозы очень просто. Когда погода солнечная, безветренная и изменений не предвидится, Сема с аппетитом съедает своих любимых окуньков и карасиков. А вот если погода меняется или надвигается дождь, предсказатель объявляет голодовку и залегает на дно. Не хочет? Наше заключение – быть дождем. Но с такой теплой погодой несколько капель с неба настроение не испортят. Сема гарантирует. Евгений Кухаронок, Игорь Морищенко. Новости недели.